Вообще, для чего мы сюда заходим? Для того, чтобы вам показать, что здесь кушают замечательные товарищи, причем замечательные товарищи увидели в таких машинах, когда ездят, то есть люди понимают, да, где кормится вкусно и где кормится по домашнему, так это все в столовой по-домашнему, которая располагается на вокзальной 110. Вообще-то разговор у нас ведется о машинах. Самые крутые в другом, не менее любимом месте. Но по сути, те же автомобили здесь в столовой по-домашнему. Круто, конечно, когда и то, и другое по качеству одинаково, но здесь все по-домашнему дешево, на вокзальной 110. Очень вкусно. Домашняя еда, все доступно, быстро и всегда с улыбкой. Дело в том, что в некоторых столовых я не могу есть, потому что, ну, всякие желудочные неприятности возникают, здесь ничего нет. То есть вы едете спокойно, все нормально? Да. Очень вкусно и никаких последствий, только позитив. А почему все-таки сюда приехали? Много же столовой в городе? Ну, по пути здесь как бы заезжаю. А по количеству еды, потому что в столовой по-домашнему все-таки не каждый это делает? Здесь очень вкусно, кстати. Вообще везде в кофейнях дорого. Дорого, да? Ну вот, допустим, чтобы так вкусно покушать по-домашнему, сколько это в Москве стоит? Ну, где-то примерно рублей 500, если плотненько так покушать. А здесь за сколько? Здесь я вот за, ну, как максимум за 200 рублей покушала. Это была москвичка. Я не буду говорить про тамошние аэропорты. Там вообще капец, какие цены после прохождения в зону допуска. Но посмотрите, все, что представлено здесь, вы в любом состоянии кошелька это можете купить. Потому как я в процессе посещения был голоден настолько, что можно было съесть и ливерку. Но зачем ливерка, когда есть столовая по-домашнему? Люди должны понять, потому что я есть очень сильно хочу. Я даже сегодня не кушал, чтобы сюда прийти. И вот сын мой тоже сюда пришел, потому что он тоже кушать хочет. Представляете, да? Вот это работа у нас. Ничего не можно себе позволить дома. Такое иногда случается. Так-то, по сути, мы едим в дом, потому что у меня супруга очень хорошо все это дело готовит. Я, конечно, сделал себе самое дорогое, и почему бы и нет. Но для сына возьму самое дешевое. То есть, вот для сына маленький пирожочек. Вот, я сделаю для него макароны и гуляшик. Чтобы вы поняли, да? Мое количество и его количество. Он немножко поменьше, поэтому столько-то не съест. Макароны и котлеты, и вот пирожные. Сколько это все будет стоить? Примерно, скажите мне. Макароны, как пирожные, для сына просто. Ну, чтобы люди поняли, насколько все дешево стоит. 70 рублей для сына. Нормальное явление, да? Я побольше сделаю, и потом вы все это дело поймете. А так вот, на второй я себе возьму гуляш из говязи, вместе с картошечкой. В молоке и сыном. Вот, вот. Это будет отдельная тема. Ну, даже если что-то взять, ну, не более получается все это вместе, не более там 300 рублей. Я есть хочу, извините. Очень сильно хочу есть. Спасибо большое. А теперь мы встанем за стол, я вам кое-что объясню. Как я бы это сделал, если бы все это дело посмотрели. Если как бы я это дело съел. Естественно, вы бы хотели это увидеть. Но для вас есть интернет. На ютюбе вы все и поймете. А так, конечно, это коммерция и только. Ну, вот мы сюда и сели, да? Естественно, хотели бы посмотреть, как это все будет вкусно. А не получится, не получится, не получится, не получится. Потому что у нас на телеканале «Звезда» только коммерческий сюжет. Коммерческий сюжет и без меня. Ну, ладно. Но зато вы все это можете посмотреть на ютюбе. Очень весьма интересная штука. То есть, сейчас объясню, в чем прелесть ютюба, да? Прелесть ютюба и прелесть интернета в том, что рано или поздно телевидение закроется. Так оно и будет, рано или поздно. Но в прошлом году или позапрошлом году был такой рэпер, корейский, Псай, да? И после этого все сказали, что да, ребята, телевидение, Алис. Потому что количество просмотров, его иных, было аж 2 миллиарда человеков. Представляете, сколько вы смотрели? Сегодня и сейчас мы тоже можем смотреть. То есть, я уже другие вещи смотрю. Джастин Бибера я смотрю. Sorry. Я много чего смотрю. Я вижу уже полтора миллиарда просмотров. То есть, это нормально. То есть, прелесть интернета в чем заключается? Вы в любом моменте можете или пересмотреть, или остановить. А потом дальше продолжить. А посмотреть-то можно несколько раз. Теперь, как все это делать, посмотреть в моем лице. Мы просто с сыном здесь сидим. Он сейчас кушает. Я для него это сделал. То есть, вот смотрите. Я сейчас вам показываю. YouTube. Понимаете? YouTube. Нормально? Теперь вам открывается страничка. Теперь в поисковике в левом углу вбивайте дивную фамилию. Алексей Челейкин. Я сейчас объясню. То бишь, Челейкин их в мире не так уж и много. Все мои родственники, по сути. То есть, два Алексея Челейкина. Это я и мой сын. Другого варианта нет. То есть, вбивайте Алексей Челейкин. Все ешки. И вы ходите на меня. На меня. Выходите, да? Там моя круглая рожица такая. Квадратная рожица, в смысле. Это мой канал. Теперь в моем поисковике вбивайте дивные фрагменты. Столовую по-домашнему. Все столовые по-домашнему. Я так именую. И смотрите эти замечательные сюжеты. Вот. Вот так вы сможете посмотреть, как я это буду кушать. А теперь уже сюжет для YouTube. Так вот. То, что я сделал здесь. Все это вместе. 320 рублей. Просто копейки стоит. В действительности. Вот. С чего мы начнем? А мы начнем... Ну, мне бы сильно хотелось. И очень есть хочу. В действительности. То есть, я люблю... Вот. Вот я люблю... Перемешать. Потому что это салат. Замечательный зимний салат. Я его безумно люблю. Обожаю, когда супруга его готовит. Очень люблю, когда его мама готовит. Вообще, мне это очень нравится. И самое забавное, что эти зимние салаты, вы можете и в Турции покушать. Они так и говорят... Именуются. То есть, российский салат, да? Ничего сложного нет. Сколько я могу говорить? Ну, не просто вкусно, а очень вкусно. Такое ощущение, что вы прям как премьер приготовили. Отличнейший зимний салат. Перейдем к другому варианту. Салат номер 2. Это Цезарь. В прошлом сюжете. Внимательно посмотрите. Мне сказали, что... Ну, я лично смотрю, как готовится с солянкой. Здесь солянка готовится просто изумительно. А человек, с которым я общался, он говорит про салат Цезарь. Не ел раньше. Может быть, готовили. Теперь попробуем, что внутри. Обалдеть. Обалдеть. Так, ну, при салат Цезарь я ставлю тоже 5 баллов. Очень вкусно. Теперь другая озвобенность. Это окрошка. Так вот. В связи с тем, что у нас скоро лето. В связи с тем, что у нас скоро лето. Окрошка должна быть. Да что это такое? Все, что должно быть, есть вот эта окрошка. Вот такая штука. Так вот. А окрошка здесь, те же 5 баллов. Сына, колбейки. Сын кушает. Я спрашиваю, как? Да очень вкусно. А, это тот человек, что и я. Очень вкусно. Просто безумно вкусно. Вот. Вот теперь тема другая. Не пробовал здесь. Это называется гороховый суп. Сейчас я покажу. Ну, что вы поняли, да? Вот. Это мясо. Это мясо. Не просто так все-то разборяживаются. Не, дорогие. Здесь он готовит именно для вас. Почему такие дешевые цены? Ну, по сути, они нормальные, домашние цены. То есть, если мы все это дело приготовили, ценники будут точно такими же. Только здесь готовят чуть-чуть больше. Поэтому вы можете попробовать. Сейчас объясню. Сейчас объясню. В столовой по-домашему сказать, что здесь на 4 балла или на 3. Не получается, господа, потому что здесь все на 5. И суп гороховый. Опять же на 5 балла. Теперь дальше едем. А вот этого я не ел вообще. То есть, картошечка с молоком, с луком, простите, с сыром. А, да-да-да, что-то в этом вроде было, мы делали, как называлось, по-другому. Мясо по-французски примерно то же самое. То есть, картошечка, лучок и сыр сверху. И плюс еще молоко. Очень жалко, конечно, что моя супруга это все делает и кушает. А еще... Замечательный гуляш. Гуляш, два гуляша здесь есть. Можно есть. Свининки взять, да можно и с говядинкой. То есть, ну, это все работает для вас. Ну, не можете вы свининочку. Есть-то и хоряльные вещи. Как-то говядинка. Как-то курочка. То есть, всем надо понять, что все, что нужно для вас, готовится в этой замечательной столовой по-домашнему. На улице, в вокзале, на 110. А там много сладостей и удовольствия. По сути событий, все и россияне любят YouTube. Круто, конечно, взять, к примеру, группу «Ленинград». Это YouTube. И там вашими косяками вы будете сами и питаться. Ну да ладно, нам проще результат. А он очень хорош. Столовую по-домашнему любят не только горожане, но и гости города. А располагается она здесь, на вокзальной 110. И вот она, та самая Прузо. Потому что я здесь хорошо покушаю. И вообще мне очень нравится здесь кушать. И вообще мне очень нравится то, что здесь все-таки стоит очень дешево. Но вы этого по телевизору не сможете увидеть. Потому что, ну, примерно понимаете, да, я занимаюсь чистой коммерцией. По телевидению, естественно. Но то, что я здесь кушаю, так где вы все это сделать сможете в телевидении? Я вам предлагаю тот самый замечательный вариант, который я вам озвучил в начале сюжета. YouTube, да, представляете, да, все нормальные люди смотрят видеоматериалы в YouTube. Вбиваете YouTube. YouTube, знаете, как это делать? Сейчас поговорю. YouTube.com. Туда вбиваете мою дивную фамилию. Она настолько дивная, что оказывается, все мои люди с фамилией Челейким, они, это есть мои ближайшие родственники. То есть вбиваете Алексей Челейкин. Есть еще один Алексей Челейкин. Это маленький мой. Салапец. Вот, другого варианта и нет. Вот. И когда все это дело вам покажет, то есть вы увидите мою квадратную мордочку, да, вбиваете столовую по-домашнему и начинаете понимать, как я это кушаю. Ну, так вот. Вы, конечно, все это сделаете. А для тех, кто все смотрит в эфире, мы вам говорим, куда ехать. Необходимо ехать на вокзальную 110. Именно здесь кушают люди в столовую по-домашнему. Спасибо.